Бисмиллах, ахамдуллиллах, салата саламу аля Расуллиллах, аля али и асхаби, амин аля маба'д. Говорит Хаббз ибн Хаджир, хадис под номером 872. Он Джабри ибн Абдиллах, радия Аллаху, ану ма'кал. Приходит Джабри ибн Абдиллах, то, что он сказал, «Араттуль-Хуруджа илья Хайбара, фаатейтун-Наби'я, салалаллаху алиюсаляма, фаакал». Говорит, «Араттуль-Хуруджа илья Хайбар», Джабри ибн Абдиллах, говорит, «Я собрался выезжать в сторону Хайбара». И пророк, салалаллаху алиюсаляма, сказал, когда я пришел к нему, «Ида атейта вакили бихайбар, когда доедешь до моего полномоченного в Хайбаре, то забери у меня, то забери, точнее, у него 15 васков, то есть фиников». «Раваха Абудауд, васахага». Этот хадис передает Абудауд и назвал его достоверным. Говорит, «Архадис является слабым, ахраджи Абудауд, приводит его Абудауд, в Иснадии Мухаммад ибн Исхак». И в Иснадии этого сообщения Мухаммад ибн Исхак, «Во мудаллисун вакад анаана». И он является мудаллисом, из третьей категории, вакад анаана, и передал хадис с помощью анаана, то есть не заявив то, что он слышал этот хадис непосредственно своего шейха. Говорит, «Фальхадис уллаив», поэтому этот хадис является слабым. Хадис под номером 873-м, «Ан Уруват Аль-Барики», приходит от Урува Аль-Барики, то, что посланник Аллаху послал его с одним динаром денег, для того, чтобы он купил ему барашка на Удхия, то есть для того, чтобы зарезать, как праздничное жертвоприношение. Аль-Хадис «Рава Аль-Бухари фиасная хадисин вакатта каддам». Говорит Ибн Хаджар, этот хадис передает имам Аль-Бухари, и эти слова встречаются в этом хадисе. То есть хадис на самом деле длинный, а это лишь его отрывок. И говорит, этот хадис мы уже приводили в Матне Балюг-Мара. Говорит Шиххамат ибн Хизам, «Тахаддама тахриджу биракам саманми арба». Говорит, этот хадис мы уже приводили под номером 804. Мы говорили то, что он является достоверным, он у нас приходил на страницы 390. Значит, зачем этот хадис приведен здесь? Чтобы указать то, что пророк, саллиллаху аль-Барики, уполномочил Урува Аль-Барики на покупку определенной вещи, или на определенного объекта. Далее. Хадис под номером 874. «Ван Абюг-Хурейрата, разъя Аллаху, аминукаль». Приходит от Абюг-Хурейрата о том, что он сказал, «Ба'ха, Расуль Аллахи, саллиллаху аль-Саляма, умара аля садакати». «Аль-Хадис». Говорит, посланник Аллаху аль-Саляма, послал Умара ибн Хаттаба заданием собрать садакат людей. То есть собрать, имеется в виду, закат. «Аль-Хадис». Мутафа'кун Алиев. Хадис, говорит, приходит у Бухарии муслима. Нам говорит Шиххамат ибн Хизам, «Валлах зали муслима». Это слово принадлежит имаму муслиму. «У Алиса аль-Бухари, Аллах заль мазгур». А упомянутое слово у имама Аль-Бухари не присутствует. Но, в общем говоря, хадис является достоверным. Хадис под номером 875. Говорит, приходит Аджабри ибн Абдилла о том, что пророк, саллиллаху аль-Саляма, собственноручно забил 63 верблюда. Говорит, и приказал Али ибн Абиталеву забить остальных или зарезать остальных. Сколько остальных? То есть 37. Всего у пророка, саллиллаху аль-Саляма, в год прощального хаджа, было с ним 100 верблюдов. Из них сам он зарезал 63, и остальных 37 зарезал Али ибн Абиталеву. Говорит, ибн Абдиллаху аль-Саляма, этот хадис передает имам муслим, и он является достоверным. То есть опять из этого хадиса берется то, что пророк, саллиллаху аль-Саляма, уполномочил Али ибн Абиталеву на совершение определенных действий. Почему все эти хадисы приходят? Потому что будет разбираться глава под этими хадисами, то есть глава об уполномочивании одним человеком, другого человека к определенным действиям. Далее. Хадис под номером 876. Приходит от Абу Гуреры относительно истории, когда один из рабочих или чернорабочих что сделал, совершил при любодеянии. О том, что пророк, саллиллаху аль-Саляма, сказал, «Отправляйся, о, унаис, к этой женщине, если она признается, то есть признается при любодеянии, то закидай ее камнями». Аль-Хадис. Мутафа бана Али, этот хадис приходит у Бухари и муслима, является достоверным. Из этого хадиса что берется? То, что правитель может уполномочивать кого-либо из людей для совершения или для установления, во-первых, чего шариатского наказания. Сначала устанавливается, потом совершается. Теперь вопросы, которые разбираются под хадисами. Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 872 до 876. Говорит первый вопрос, «Таарифу аль-Вакаля», определение того, что такое «Вакаля». Можно перевести как «гилерство» или можно перевести как «уполномочивание» и тому подобное. Говорит аль-Вакаля бифатхи луау вакасриха. Слово аль-Вакаля можно читать с фатхой над вау, а также с касрой. Можно говорить аль-Вакаля, а можно говорить аль-Уикаля. Вагия филлюга, и в арабском языке слово аль-Вакаля означает «аттапуит», то есть, когда ты передаешь кому-либо свое дело. Когда ты отдаешь кому-либо свое дело. Вагия ангельфукага, а у ученых по фитху, что такое «уполномочивание»? Это истинаба то радюлин, джаизит тасарруф. Это когда человек, чье распоряжение разрешено и позволительно, истинаба заменяет себя мельмитсли, подобным ему. Фима тадхулигун неяба. Относительно дел, в которых разрешено неяба. То есть, разрешена замена. Еще раз. Это замена человеком, распоряжение которого разрешено самого себя другим человеком, относительно тех дел и таких действий, в которых разрешена замена. То есть, есть целая группа действий, в которых замена не разрешена. У нас об этом речь еще придет. Если же дело является разрешенным и замена в нем разрешена, то годится здесь производить вот это понятие «анвокаде». То есть, если ты поручаешь кому-либо, поручаешь, говоришь, купи за меня автомобиль, или продай за меня вот этот вот автомобиль, или говоришь, прими за меня никак, или говоришь, что сделай, верни за меня женщину, допустим, жену, и тому подобные вещи. То есть, даешь человеку право на распоряжение чем-либо. Говорит, кайда, правило, то есть, важное правило относительно уакада, относительно уполномочивания. Халибн Кудама, рахимуху Аллах, говорит Ибн Кудама, куллю мансаха тасарруфу ва фишей бинавси. Каждый человек, которому разрешено распоряжаться определенными действиями, уакана мимма тадхулю гоннияба, и эти действия, из тех действий, в которых разрешена замена, говорит, разрешено ему делать таукиль, уполномочивать в этом деле какого-либо человека. Без разницы, будет ли этот уполномоченный мужчиной или женщиной, будет ли он свободным или рабом, будет ли он мусульманином или неверующим. Значит, еще раз подведем итог. Что за правило? Правило звучит таким образом. Если человек, перед нами человек, которому разрешено распоряжаться и действовать, распоряжаться имуществом, различными видами распоряжения и действовать, совершать определенные действия, жениться, разводиться и тому подобное. Если перед нами такой человек, то он может заменить самого себя и уполномочить вместо себя на совершение вот этих действий, которые ему разрешены, кого-либо другого. При этом кто-либо вот этот другой, это будет кто, уполномоченный. Он может быть мужчиной, женщиной, может быть рабом, может быть свободным, может быть мусульманином, может быть неверным. То есть любой человек может быть в роли кого-то уполномоченного. Понятно или нет? Но с одним условием, чтобы эти действия, относительно которых человек уполномачивает другого, они были такими действиями, в которых разрешена замена. Чтобы они не касались самого человека. То есть ты не можешь уполномочить за тебя намазы читать. Говорит, так, я тебе буду платить, допустим, за каждый намаз, например, сколько? 100 реалов, 200 реалов или 500 реалов. Будешь за меня 5 раз в день, джема, смотри, не пропускай. Будешь за меня в джема намазы читать. Такое пойдет или нет? Не пойдет. Или говоришь, месяц Рамадан, будешь за меня у разу держать. Понял, все равно тебе делать нечего, я тебе деньги заплачу, чем сидеть, как говорится, безземничать, будешь хоть зарабатывать немного. Можно так делать или нет? Нет, здесь уже нельзя. Почему? Потому что действия, которые не подпадают замены. Кольту, говорит Шех Маватри Нахизам, у я не бездалека, говорит это правило, необходимо разъяснить еще одним моментом. Я не бездалека, бешарт, а не якуна ля львукки ля бездалека. Мимман саха, или я слышу тасарруфу, бездалека шей, бинавси айван. Говорит, еще одно должно добавиться здесь важное условие, а это то, что уполномоченный, то есть того, кого уполномочивают, сам должен быть таким человеком, чьи действия и чье распоряжение разрешено. То есть если человек, допустим, сумасшедший, или, допустим, кто, ребенок, не достигший определенного возраста, можно ли сказать, что ты можешь его уполномочить? Нет, его здесь в данном случае уполномочить не можешь. То есть сам человек, который уполномочивается какому-то делу, сам должен быть также таким человеком, чьи действия и чье распоряжение относительно этих действий разрешены. Далее. Следующий вопрос. Шара'ияту л-вакаля. О том, что уакаля, то есть уполномочивание или доверенность, является узаконенным. Говорит шара'ияту л-вакаля сабита фелькиталь в сунну аль-жима. Узаконенность в уполномочивании установлена Кураном, сунной и единогласным мнением. Амма минал Куран, что касается Курана, фа ковли ута'ала, то это слова Всевышнего Аллаха, То есть когда юноши, которые находились в пещере, когда они проснули после своего сна, решили послать одного из них в город, на рынок, для того, чтобы он купил им еды. Сказал, или они сказали, Пошлите одного из вас с этим вашим серебром, в город, для того, чтобы он купил вам еды. То есть уполномочивание или нет? Уполномочивание. Целая группа людей уполномочила одного, чтобы он купил им еды на их деньги. Ва ковли ута'ала, а также слова Всевышнего, Указывая на то, что люди, которые собирают закат с людей, уполномоченные на сбор заката, имеют право брать из этого заката. Но наш шагит из этого аята в чем? В том, что на сбор заката уполномочиваются определенные люди. Говорит, То это хадисы главы, а также многие другие хадисы. Что касается единогласного мнения, То говорит, Вся община мусульман единогласна на том, что уполномочивание или доверенность разрешена в общем. То есть есть некоторые разногласия в некоторых ответвлениях и небольших вопросах, но как бы в общем ответвление, точнее уполномочивание является разрешенным и узаконенным единогласным. Далее. Следующий вопрос, Посредством чего? Становится совершенным договор, Уполномочивание. Говорит, Говорит, договор уполномочивания становится совершенным, становится заключенным любым словом, которое указывает на этот договор. Как если человек скажет, Я поручил тебе, Или скажет, Или я доверил тебе, Или я позволил тебе, Или я разрешил тебе, Это дело возвращается к тебе, И тому подобные фразы. То есть если человек уполномочил другого человека какой-либо из этих фраз, Или подобные этим фразам, То это считается за заключение договора в Акаде. Когда мы, брат, говорим заключение договора, Уполномочивание не означает, что есть бумажка, Двое подписались, Узаконены или обговорены различные условия и тому подобное. Нет, не обязательно. То есть уполномочивание чаще всего может происходить устно. Даже посмотрим вот эти вот хадисы, которые у нас в голове. Пророк, салаллаху алисаляму, Уполномочивал на различные задания без договоров. Просто устно. Этому приказал зарезать на него животных, Этому приказал купить за него животных, Этому приказал пойти собрать садака и тому подобные вещи. Говорит, И некоторые из ученых считают, Что уполномочивание является действительным даже посредством действия. То есть даже если человек не высказал какого-либо слова. Как человек, который протягивает свою одежду, К тому, кто подкорачивает эту одежду. Или приходит со своим товаром, То есть в магазин продавца. Говорит, Но то, что кажется более правильным, Что голое действие из него не берет в узаконенность Или совершенность вакали, То есть уполномочивание. Илла антадулла карина туль хал аля далика. Кроме как если на это не указывают какие-то второстепенные доводы. А что касается принятия уполномочивания, То оно, да, действительно является как словом, так и действием. Действием, говорит, как если человек уполномоченный начнет совершать это действие. Значит, что у нас получилось в итоге в этой главе или в этом вопросе? В этом вопросе ответ получился следующим. Посредством чего становится заключенным договор вакали, Договор уполномочивания. Основа, что это происходит словами. Когда человек обращается словами, которые указывают на уполномочивание. Я уполномочил тебе, я доверил тебе, я разрешил тебе, я позволил тебе, Это дело возвращается к тебе. Или что-либо подобное из этих фраз. Если такое слово было произнесено, считается, что договор вакали состоялся И считается заключенным со стороны уполномочивающего. А уполномоченный может принять это уполномочивание. Принять им, я принял словом. Или может начать делать это действие. Забирает у тебя из рук бумаги и идет, допустим, продавать твой автомобиль. Все, забрал, от тебя ушел. Даже если он не сказал, что я этого принимаю, Понятно, что он раз вступил в действие, что он принял это уполномочивание. Вопрос, а можно ли уполномочить действием? Говорит более правильно то, что голое действие не указывает на что на уполномочивание. Но должно сопровождаться как минимум, если не словами, то как минимум второстепенными указаниями, Которые указывают на то, что человек не просто совершает определенные действия, Но хочет этим уполномочить другого к этому действию. Понятно ли? Значит, уполномочивание в основе делается словом. Может произойти делом, если на это указываются второстепенные доводы. А принятие уполномочивания может произойти как словом, так и делом. И делом оно происходит, если человек начнет совершать действия, на которые его уполномочили. Далее. Следующий вопрос. Указание на то, что принятие уполномочивания может произойти как немедленно, так и с откладыванием. Галия Абнакудама в своей книге Аль-Мухни. Принять уполномочивание. Что значит принять? Не передать, не уполномочить, а принять это уполномочивание. Когда тебя кто-то уполномочивает. Можно принять это уполномочивание, либо немедленно, то есть начать совершать действие, на которое тебя уполномочили, тут же, сразу. Аут-Тарахи. Или можно сделать это с откладыванием. Наху ан яблюгагу ан нараджулян ваккалюфи бе-ишей мудзу сана файабиагу. Как если, допустим, до него дошла новость о том, что человек уполномочил его продать какую-то вещь, оказывается, уже год назад. А новость или приказ дошел до тебя только сегодня. Говорит, проблемы нет. Берет этот товар, тогда, когда до него дойдет приказ об уполномочивании, или такая просьба, и берет его, продает через год. То есть после того, как до него дошло. Говорит, ау яхуль табильту, или говорит, я принял это. Ой, амур ау бифи али шей. Говорит, и тот приказывает ему совершить что-то. Файяхалу баадамуд датин табуина. И он, говорит, начинает это делать только через отдаленный срок. Не сразу начинает продавать, допустим, этот товар, а только через определенное время. То есть если человек знает, уполномоченный, тот, кого уполномочили, если он знает, что продажа этого товара, то, что называется, не горит. То есть не обязательно сделать это тут же немедленно. Может это отложить. Но если он знает то, что уполномочивание дано на немедленную продажу, и именно это требуется тому, кто уполномачивает, тогда не может откладывать этого. Говорит, ляд на табуину, у каля аннаби, салаллаху али салям, али вакалати, ка аннаби фи али им. Говорит, потому что, то есть какой довод на то, что можно принять уполномочивание, как сиюминутно, так и с откладыванием. Говорит, довод на это то, что уполномоченные люди пророком, салаллаху али ва салям, они принимали его уполномочивание действиями. Иногда это запаздывало от его уполномочивания. А также потому что уполномочивание является разрешением в распоряжении. Разрешение остается в силе, пока человек не заберет свое разрешение обратно. Поэтому уполномочивание, это как бы похоже на что? На разрешенность. То есть не столько на приказ, сколько на разрешенность. И все, что мы перечислили, кроме, говорит, мазхаба Ахмада, это также является мазхабом имама Ашафии. И единственное, что здесь нужно отметить или подметить, то что если уполномоченный получил просьбу на определенные действия, и знает, что эта просьба запоздала, имеется ввиду, на самом деле просьба была обращена уже, например, год назад или полгода назад, и только сегодня он об этом узнал, то прежде чем приступать к действию, необходимо удостовериться, уполномочивание остается на своем месте или нет. Потому что человек, возможно, за это время уже забрал свое уполномочивание и передал его, например, кому-то другому, или сделал это действие сам, собственноручно и так далее. Ясно, необходимо позвонить и удостовериться, свое уполномочивание в силе или не в силе, для того, чтобы совершать какое-то действие. И особенно сегодня это сделать не так сложно. При присутствии сотовой связи, при присутствии интернета и тому подобного, убедиться не составляет в основном труда. Далее. Следующий вопрос. Говорит, можно ли подвешивать уполномочивание на какое-то условие, которое произойдет в будущем? Мисалю, как например, когда человек говорит когда приедет хаджи, то продай эту еду. Или говорит, когда придет зима, купи нам уголь. И тому подобное. Говорит, это является разрешенным у ханбалитов и шафиитов. И в довод на это приверенцы первого мнения привели слова пророка, который сказал посылая войско на один из военных походов, сказал над вами руководить и командовать будет Зайд. Если он умрет или погибнет в битве, то пусть правление на себя, командование на себя возьмет А если и он погибнет в бою, тогда пусть командование на себя возьмет Абдулла ибнур-аваха. Видишь, подвешивание или не подвешивание? Уполномочивание с подвешиванием под условие, которое произойдет в будущем. Если произойдет так, тогда то. Если так, тогда эдак. И тому подобное. Говорит, Это хадис приводит имам Аль-Бухари и является достоверным. Мин хадисы Абдилла ибн Умар со слов Абдулла ибн Умара. Сказали ханбалиты и шафииты То, о чем мы сейчас говорим, подобно тому, что произошло в этом хадисе или в этой истории. Говорит, а также потому, что вакаля, то есть уполномочивание является таким договором, в котором внимание обращается на право вакиля, то есть на право человека совершать определенные действия. Говорит, Поэтому это является правильным, как если человек скажет Ты являешься моим уполномоченным в продаже раба. Когда приедет хаджи, если человек скажет Если человек скажет Я уполномочиваю тебя купить то-то в такое-то время является единогласным, без разногласия. А то, о чем мы спорим, сильно похоже говорит на это. Говорит имам Шафии Второе мнение в этом вопросе то, что такое уполномочивание является недействительным. Но если, говорит, все-таки уполномоченный сделает это действие, то это действие будет действительным, так как он получил на это разрешение. А если, говорит, его уполномочат на определенные действия за определенную плату, то это является недействительным. И он не получает эту плату, но получает плату за то действие, или в таком количестве, которое обычно людям платят за такое действие. Потому что, говорит, это договор, в котором, говорит, распоряжение, человек получает право на распоряжение каким-то действием при жизни. Поэтому это подобно торговле. Правильным является мнение первое. А имама Шафии не приводит довода на то, что он говорит. То есть нет у него довода на его слова. И одному Аллаху лучше известно. А его кияс является мальфаре, то есть неправильным в данном случае. Значит, что у нас получилось? Можно ли подвешивать уполномочивание на ситуацию или на действие, которое произойдет в будущем? Если придет зима, то купи нам, например, одежду. Когда придет лето, продай за меня вот этот вот автомобиль. Когда наступит Рамадан, то сделай так-то и так-то и тому подобное. Разрешено такое уполномочивание или нет? Говорим в этом вопросе два мнения. Первое мнение, что это разрешено. Второе мнение, что это не разрешено. Правильным является то, что это является разрешенным, исходя из хадиса Абдулла ибн Умара, который приходит имам Аль-Бухари. То, что пророк, салаллаху алисаламу, уполномочивал людей с такими условиями. Говорил, над вами командовать будет Зейд. Если он скончается, тогда Джафар. И если он также погибнет, тогда Абдулла ибн Раваха. Далее. Следующий вопрос. Говорит, указание на то, что у Акада, то есть уполномочивание, является действительным за плату и без платы. То есть ты можешь уполномочить кого-то без платы его работы, без оплаты его работы. А можешь уполномочить кого-то с оплатой его работы. Говорит Ибн Укудама в своей книге Аль-Мухни, разрешено уполномочивать другого человека на какое-то действие, на основе платы за это действие, а можно бесплатно. Посмотрим, говорит, как делал пророк, он говорит, уполномочил Унэйса на совершение шариатского, на претворение в жизнь шариатского наказания. Ибн Урва фишара и шатин, а Руйю и Аль-Барики уполномочил его купить ему барашка. И Амру и Абу-Рафиу позволил принять от его имени никах, или уполномочил принять от его имени никах. И все это без платы. Все это люди сделали без какой-либо оплаты их труда. Что касается вот этого последнего Амра, а также Абу-Рафи, то под Амром имеется в виду Амр ибн Умайя. То есть вопрос или речь идет о том, когда пророк салаллаху алисаляма взял в жены умму Хабиба. Умму Хабиба тогда была тогда, где Хабаши была в Эфиопии и пророк салаллаху алисаляма решил жениться на ней. И приказал. То есть ее выдал замуж Надяши. Выдал ее замуж Надяши, а пророк салаллаху алисаляма вместо того, чтобы принимать никах самостоятельно уполномочил на это Амра ибн Умайя и кого? И Абу Рафиа. Абу Рафиа его вольный отпущенник. Они двое приняли за него никах вот Умму Хабибу. Они сделали это за плату или нет? Они сделали это бесплатно. Но вместе с этим иногда пророк салаллаху алисаляма посылал людей и уполномочил их на сбор заката с других людей. Говорит, из-за этого назначал им зарплату. Поэтому, говорит, два сына его дяди сказали пророку салаллаху алисаляма Если бы ты назначил нас на эту работу и дал нам эту работу собирать с людей закат и мы отдавали бы тебе то, что отдают тебе остальные люди уан усыбу маю усыбу у нас и получали бы за это зарплату так же, как за нее получают люди. То есть, вместо того, чтобы назначать других чужих людей назначь нас на сбор заката. Мы будем собирать и отдавать тебе то же самое, что отдают другие, которых ты назначаешь и будем за это получать зарплату так же, как получают другие. Так, значит, в итоге что получилось у нас в этом вопросе? То, что назначение или уполномочивание или доверие может производиться как на оплачиваемой основе, так и на неоплачиваемой основе. Далее. Следующий вопрос. Является ли действительным уполномочиванием неограниченным в каждой вещи? То есть, говорит, делай за меня все, что мне самому разрешено делать. Так можно сказать или нет? То есть, поставить себя, поставить какого-то человека вместо тебя в абсолютно всем. Говорит Халибн Кудама Фильмухни, говорит Ибн Кудама в своей книге Альмухни Не является действительным уполномочивать кого-то, кроме как на определенные известные действия. Фильм Кад Если человек скажет Я назначил тебя своим уполномоченным во всяких делах, во всех действиях или сказал во всем малым и большом или сказал В любом действии, которые я сам могу делать, ты можешь делать это от моего имени или говорит Я назначаю тебя своим уполномоченным относительно всего моего имущества. Что хочешь с ним, то и делай. Это является недействительным. И кроме имама Ахмада это мнение высказал также Абу Ханифа и имама Шафии. Ибн Абилейля это второе мнение в этом вопросе сказал Ясих это является действительным. И под это уполномочивание подпадает все, что подпадает под общность слова. Потому что это слово является общим. Поэтому это является действительным относительно всего на что распространяется слово. Как если человек скажет продай все мое имущество. Говорит Ибн Абилейля за нас то, что это не разрешается то, что в этом есть великий риск и великая неизвестность. Потому что под слово делай за меня все, что разрешено делать мне подпадает что? Подпадают различные действия. Как например подарить все его имущество. или развести всех его жен или освободить всех рабов или жениться на многочисленных женщинах. Говорит так что на его ответственность будет накладываться большое количество различных махров а также великие цены то есть он может купить там здесь и так далее и это приведет к великой беде или к великому вреду. То есть человек может пойти за тебя купить огромное количество товара со срочкой платежа. Так кто это будет за тебя потом платить? И тому подобное. Может жениться за тебя точнее что сделать не за тебя жениться имеется ввиду принять за тебя никак относительно женщин и согласиться на махра от твоего имени и тому подобное. Может развести твоих жен может продать твоих рабов может продать или подарить все твое имущество и тому подобное. Поэтому говорит в этом есть великая опасность поэтому это не разрешается. И правильным является мнение большинства ученых то есть о том что это не разрешено это мнение выбрал также шейх Ибн Асаймин в данном вопросе. Значит все возвращается к чему? К той фразе которую высказал Ибн Кудама в начале своих слов. Сказал не разрешено уполномочивать кого-то из людей кроме как относительно известных действий. Просто так неизвестно непонятно какие действия уполномочивания являются недействительными. Понятно или нет? Но ты когда уполномочиваешь должен ограничивать действия человека. я уполномочиваю тебя на то-то вопросов талапа никаха или махра или рахна и тому подобное водиа ария и так далее продажи купля развод в этих вопросах и ограничивающему круг вопросов а так просто говорить делай относительно моего имущества все что разрешено мне это не разрешено почему? потому что тебе много чего разрешено и ты уполномочив его потом сам будешь жалеть об этом или говоришь делай вообще любые действия которые я могу делать в этой жизни от моего имени тоже является неразрешенным далее следующий вопрос а является ли действительно уполномочивание если человек скажет купи мне то что захочешь говорит в своей книге аль мухни также если человек скажет купи мне что пожелаешь это является недействительным потому что возможно он купит то с чем ты не сможешь потом расплатиться со срочкой платежа купит потом не сможешь за это расплатиться это первое было мнение в вопросе и второе мнение в этом вопросе то что передается также от имам Ахмада то что указывает на то что это является действительным потому что от имам Ахмада пришло что относительно двух людей он сказал то есть когда один сказал второму чтобы ты не купил то есть из моего имущества оно будет между нами то есть за половину будешь или между нами имеется ввиду что половиной будешь пользоваться за ты половиной буду пользоваться я имам Ахмад относительно этого сказал это разрешено это ему понравилось и также провели аналогию говорят как например партнер или мударик являются кем как бы твоими уполномоченными людьми которые могут покупать что захотят как это понять когда ты отдаешь деньги попроси партнерства твоему партнеру ты даешь деньги он работает ты же ему не указываешь что покупать что не покупать и тому подобное он как бы получает от тебя разрешение делать с этим имуществом что он считает правильным покупать определенный товар продавать его по определенной цене и тому подобное видишь получается что как будто бы ты ему сказал покупай от моего имени что пожелаешь говорит поэтому говорит если мы посчитаем это правильным то нам нужно сказать что уполномоченный не имеет права покупать этот товар кроме как по среднерыночной цене или по более дешевой цене по более дорогой цене не должен покупать так говорит а также не должен покупать то относительно чего уполномочивающий потом не сможет расплатиться а также не должен покупать того в чем он видит отсутствие пользы от покупки этого предмета культу говорит Мухаммад Ибн Хизам в конце책ного Bibänom что если мы говорим когда человек говорит купи за меня то что пожелаешь говорить не имеется ввиду мутлокон не имеется ввиду не ограниченной что пожелаешь вообще но имеется ввиду только то что понятно из нашего разговора исходя из нашего обычая между тобой то есть если мы допустим разговаривали например о компьютере я нуждаюсь в компьютере и тому подобное ты говоришь ой я тоже поеду скоро на ту улицу где продают допустим компьютер. Я тоже сам себе буду компьютеры покупать. Так, я говорю, брат, купи мне тоже тогда компьютер, уполномочиваю тебя. Ты говоришь, какой тебе нужен компьютер? Я тебе говорю, купи, что пожелаешь. Или купи, что считаешь наилучшим. Или купи, что считаешь более подходящим для меня. Или купи наилучшее, что соответствует такой-то цене. И тому подобное. Разрешено это или нет? Это будет разрешено. То есть, в данном случае, твой уакей, твой уполномоченный, какой бы компьютер тебе не купил, исходя из тех условий, которые ты поставил, ты будешь обязан это принять. Но когда человек просто без всякого предварительного разговора говорит купи мне что пожелаешь отсюда понимается что он может купить за тебя самолет, танк, миномет книгу, ручку, жвачку все что угодно может купить в этой жизни дом может купить, автомобиль может купить и это является неправильным то есть мубхан совсем непонятно не должно быть то есть должно быть примерно ясно о чем вообще идет речь о каких грамках идет речь в каких договорах является разрешенным уполномочивать других людей говорит Ибн Кудама в своей книге мы не знаем никакого разногласия относительно того что разрешено уполномочивать другого человека в вопросах купли-продажи и мы говорит уже приводили довод на это из аята и из хабара из хадиса аят какой был? из суры о молодых юношах которые были в пещере они послали одного человека для того чтобы он купил им еду и хадис какой потому что пророк послал урува аль-барихи для того что он купил ему барашка на праздничный день говорит значит доводы на это какие? то что разрешено уполномочивание в вопросах купли-продажи доводы на это аят и хадис А также говорит аргументация, заключающаяся в том, что есть нужда людей к этому. لَا نُوْ قَدْ يَكُنُ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْبَيْ عَشْرَى Потому что, возможно, уполномочивающий является человеком, который не умеет должным образом торговать, покупать или продавать. أَوْ لَا يُمْ كِنُوا الْخُرُوجِ الْأَصُدُ Или не имеет возможности выйти на рынок. То есть, допустим, инвалиды и тому подобное. لَا يَكُنُ لَا يُحْسِنُ الْتِجَارَةِ Или есть у него имущество, но он не умеет торговать. لَا يُحْسِنُ لَا يَتَفَرَّهِ Или умеет торговать, но не имеет для этого свободного времени. Это первое. Значит, относительно купли-продажи нет никакого разногласия, что Таукель, то есть уполномочивание, относительно этих вопросов разрешено. لَا يَجُدَتْ تَوْكِيلِ فِي الْحَوَالَ Далее, говорит Ибн Кудама, а также разрешено уполномочивание Фильхаваля относительно перевода долга. لَا يَعْرَهْنَا Относительно вопросов залога. لَا يَعْبَمَنَ А также относительно вопросов боман. То есть, как мы переводили боман. Несение ответственности. لَا يَعْبَمَنَةَ Кафаля, как говорили, похожий на боман. Боман ты вручаешь из-за должника, что он расплатится с долгами. Если не расплатится, я сам расплачусь. لَا يَعْبَمَنَةَ А кафаля, когда ты вручаешь из-за должника, что ты его приведешь кому? Кредитору. Воль шарика, а также разрешено выполномочивание в вопросах партнерства. Воль вадиа, а также в вопросах оставления вещи на хранении. Воль мудараба, а также в вопросах партнерства какого вида мудараба. Когда ты инвестируешь в другого человека, даешь ему денег, а он работает. Говорит воль джаада, а также в вопросах джаада. Что такое джаада? Джаада у нас придет, как отдельная глава, последний самый раздел в этом томе у нас придет. Джаада это когда ты назначаешь какую-то цену. Кто, допустим, выкопает мне колодец, я заплачу ему такую-то цену. У нас еще это известно как тендер. Тендер. Кто построит для нас, допустим, такое-то здание. Кто построит для нас, допустим, такой-то парк, например. И приходят различные фирмы и относительно этого тендера соревнуются. Кто возьмет этот тендер. Называется как? Аль-Джи'Аля. Или говоришь, кто найдет мне моего верблюда, я заплачу ему столько-то. И так далее. Уаль-Муса-Ата. Уаль-Иджара. Что такое Муса-Ата мы говорили? Аль-Муса-Ата это тоже партнерство. Когда ты отдаешь крестьянину землю, а он, Муса-Ата, землю, на ней есть деревья и плоды. И он, соответственно, ухаживает за этими деревьями и тому подобное. Потом выросшие плоды мы делим с ним, допустим, напополам. Или мне 70%, ему 30%, ему 70%, мне 30% и тому подобное. Называется как? Муса-Ата. Говорили, что на это похоже на Муса-Ата? Музара. Музара то же самое, только не относительно плодов, а относительно посевов и зерен. Говорит Уаль-Иджара, а также в вопросах аренды. Как понять, разрешено выполномочивать в вопросах аренды? Говоришь, вот моя квартира, я тебя выполномочиваю найти на нее нужных, подходящих, хороших людей. То есть заведи их квартиру, будешь забирать у них деньги. Если что-то получится, то ты будешь за это нести ответственность. То есть если приедут какие-то нехорошие люди, или разобьют мне квартиру, или испортят мне ремонт в квартире и тому подобное. Говорил Уаль-Ата, а также в вопросах долга. Что значит в вопросах долга? Я выполномочиваю тебя, говорю, отправься к такому, ты и возьми за меня в долг. То есть от моего имени возьми у него в долг. Уас-Сульх, а также в вопросах перемирия. Когда человек отправляет другого, куда? Заключить от его имени перемирий. Уаль-Васия, а также в вопросах завещания. Уаль-Хиба, а также в вопросах подарков. Уаль-Вакф, а также в вопросах вакфа. Вакф, это что такое? Когда ты оставляешь что-то на общественное пользование мусульманам. Если ты уполномочиваешь на это кого-то, говоришь, вот этот участок земли, допустим, в 20 гектаров, я выполномочиваю тебя от моего имени составить договор, что я передаю эту землю под мусульманское кладбище, например, и тому подобное. Говорит Уас-Садаха, а также в вопросах Садаха, то есть в вопросах сбора заката, допустим, и так далее. Или раздачи, милостыни. Уаль-Фас, а также в вопросах аннулирования договоров. Иди, я от моего имени аннулирую этот договор. Уаль-Ибра, а также прощение. Что значит Ибра? Мы говорили, то есть прощение долга. Отправься к такому-то и извести его о том, что я просил ему часть долга, или просил ему весь долг, и так далее. Говорит, ля-На-Фиман-Аль-Бе-Фил-Хаджи-Иля-Тауки-Ли-Фиха. Говорит, почему все это, или во всех этих договорах разрешено уполномочивание. Потому что все эти договора похожи на Д, на торговлю, с той стороны, что и в них тоже есть нужда к уполномочиванию. Фа-Эн-Бу-Ту-Фи-Ах-Рук-Му. Поэтому постановление распространяется на эти виды договоров, так же, как распространяется на виды договоров купли-продаж. Говорит, и относительно этого также мы не знаем никакого разногласия. То есть те договора, которые были перечислены выше, относительно этого разногласия, но куда мы не знаем, что уполномочивание в них разрешено. Говорит, что вместе с этим пришло разногласие от Ибнухазма, относительно некоторых договоров, которые были упомянуты. Как, например, относительно вопросов подарков, а также прощения. Что за Афу? Прощение. Не имеет в виду прощения долгов. Афу, то есть прощение, допустим, за смертную казнь. То есть, если, допустим, кто-то убил твоего родственника, ты его прощаешь. Не казнишь его в отместку. Но, допустим, берешь от него дию. Или если человек нанес какую-то увечье другому, и тот второго простил. Сказал, хорошо, я не буду наносить тебе возмездные увечья. Увечья. Называется как? Афу. Валибра. Или прощение. Вот ибра уже прощение, относительно долгов. Вассульха, а также перемирие. Вагайрия и другие. Вассахи аль-диваз лимазакару ибну Кудама. Но более правильное мнение то, что во всех этих договорах уполномочивание является разрешенным из-за той аргументации, которую упомянул ибну Кудама. Значит, противоречие ибну Кудама здесь не является правильным. Далее ибну Кудама говорит. А также разрешено уполномочивать человека на совершение договора бракосочетания. В вопросах принятия и наоборот в вопросах отдачи. То есть может отец невесты уполномочить кого-то вместо себя выдать свою дочь замуж? Или не может этого сделать? Может это сделать. То же самое наоборот жених. Может уполномочить кого-то от его имени принять никах? Тоже может. Видишь, говорит, потому что пророк салалаллаху ибну Кудама в том, чтобы они приняли от его имени никах. Как мы сказали, никах относительно кого? Умму Хабибы. Говорит. Почему опять? Потому что говорит, к этому упоминается нужда. Потому что, возможно, человек нуждается в том, чтобы жениться из далекого места. Как понять, жениться из далекого места? Допустим, сам он находится в одном городе, а невеста находится за несколько тысяч километров от его города. Ему тяжело самому добираться для того, чтобы непосредственно участвовать в мать-ли-синяках. И уполномочить от своего имени какого-то человека, который принимает невесту. То же самое наоборот. Валид, опекун, выдает замуж свою подопечную. Например, находится далеко от нее. Находится в каком-то, может быть, состоянии. Болеет, допустим, или инвалид не может передвигаться. И тому подобное. Опять-таки, выполномочивает кого-то вместо себя. Видишь? Говорит. Возможно, человек находится далеко, не может добраться до необходимого места. Видишь? Пророк, салаллаху алисаляма, говорит, женился на ум Хабиба, тогда, когда она была в Эфиопии. А также, говорит, разрешено уполномочивать человека в вопросах талака, в вопросах развода. То есть, разведи от моего имени такую-то женщину. А также, потребуя от меня развод перед моим мужем. И возвращение жены. А также, освобождение рабов. Так как, опять, в этом есть нужда людей. Так же, как и есть нужда у людей в вопросах уполномочивания в торговле и в никахе. Говорит Ибн Кадама, а также разрешено уполномочивать человека в том, чтобы он добыл тебе то, что является разрешенным. То есть, добыча чего является разрешенным. Понятно, вот во всех этих договорах понятие оттауки, то есть уполномочивания является разрешенным. Далее. Следующий вопрос. Можно ли уполномочивать человека в вопросах требования твоих прав или установления твоих прав или судиться за твои права? Это по современному как называется? Адвокат. Можно ли нанимать адвоката? То есть, человек, который будет за тебя, твои права, что называется, отстаивать или устанавливать, или судиться за них. Говорит Акфор Ахлиль Альм, большинство ученых, аля Джавазит Таукильфи и Далека. Указывает на то, что разрешено уполномочивать человека в этих вопросах. Сава Акан Аль-Муаккиль хадран амгаибан. Без разницы, сам уполномочивающий присутствует в местности или отсутствует. Сахихан Аумарибан. Без разницы, он является здоровым или больным. Вадакавлю Малик. И это мнение Имама Малик, Имама Ахмада, Имама Шафи, Абу Юска и Мухаммад Ибн Хасан. Почему здесь вот это ограничение пришло, или точнее, вот это указание пришло, без разницы, человек находится в городе или нет, является здоровым или нет. Некоторые из ученых сказали, что если человек сам находится в городе, то он должен сам лично идти в суд и отстаивать свои права. Не может кто-то другой за него его права отстаивать. Или если он так же здоров, должен отправиться. Или может назначить какого-то уполномочивания только если он болен или находится в другом городе. Видишь, второе мнение, оно принадлежит кому? Абу Ханифе. 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 Правильным мнением является мнение большинства ученых. Значит, правильным мнением какое является в этом вопросе? Мнение о том, что человек может уполномочить кого-либо на установление его прав в суде или на их отстаивание или на судебную тяжбу от его имени и за него. Далее. Следующий вопрос. Говорит, каково постановление уполномочивать другого человека в вопросах утверждения шариатского наказания и притворения его в жизнь? Говорит, хадис Унейса, который у нас в главе, то есть под номером каким? Под номером 876. Говорит, указывает этот хадис на то, что пророк, салаллаху асаляму, уполномочил его на притворение в жизнь шариатского наказания. Говорит, если она признается при любодеяни, то закидай ее камнями. То есть имеется ввиду приведения относительно нее в исполнении смертную казнь. Говорит, указывает, что он привел в действие шариатское наказание побивания плетни за распивание спиртного. на Валида ибну Рухбу. Но Али передал это уполномочивание. Дальше Абдулла ибну Джафру. То есть Русман уполномочил его, а он уполномочил Абдулла ибну Джафру. И говорит Абдулла ибну Джафру. Что сделал? Привел в жизнь вот это вот шариатское наказание, то есть побивание плетьми, а Али в это время присутствовал. Этот хадис приходит к имаму мусульман. Говорит Это упоминают обладатели знания. Теперь вторая вещь. А можно ли уполномочивать человека для установления шариатского наказания? Какая разница между этим и этим? Есть понятие избат, есть понятие изтиха. То есть установление шариатского наказания это одно. То есть его доказательство. Установить его. И второе это притворить в жизнь шариатское наказание после того, как оно уже является доказанным, является установленным. Говорит в этом вопросе опять-таки ученые согласны в том, что можно уполномочивать другого человека на доказательство и на установление шариатского наказания. И говорит противоречили в этом только шафииты. Говоря что худуд, то есть шариатские наказания удаляются из-за шубхат, из-за сомнений. То есть если мы сомневаемся точно ли человек совершил прелюбодеяние или нет. Нельзя приводить относительно него шариатское наказание. Вот тавкир аля избатиха юнафи залика. Сказали а если человек уполномочивает кого-то другого на установление шариатского наказания, то это противоречит этому правилу. То есть этот человек правильно установит наказание или неправильно говорит установить наказание. И возможно, что он установит шариатское наказание относительно человека, который не заслуживает этого наказания. Но шафиитам остальные ученые ответили следующим, что их аргументация является неправильной. говорит, потому что говорит то, что человек уполномочил какого-то другого человека на установление доказательства шариатского наказания, преступления, еще говорит, не означает то, что вот этот уполномоченный является невежной и неправильно его установит. И некоторые ученые сказали, что в хадисе Унэйсе есть заказательство на уполномочивание как на установление шариатского наказания, так и на его притворение этого наказания в жизнь. И правильное мнение, значит, в вопросе какое? Потому что можно уполномочивать другого человека на установление шариатского наказания и на его притворение в жизнь. На оба этих момента уполномочивание разрешено. Но с одним условием, с каким условием? Относительно первого, установление шариатского наказания разрешено с условием, что человек, которому это будет уполномочено, является знающим относительно этих вопросов. То есть, если человек сам не знает, за что устанавливается шариатское наказание, за что нет, Какое шариатское наказание устанавливается за определенные действия и тому подобное. Если он этих знаний не имеет, то нельзя такого человека уполномочить в этих вопросах. Но уполномочивать можно только тех, которые обладают полноценными знаниями в этих вопросах. Если они обладают полноценными знаниями вопросов, то это разрешено. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. От таукилу фима я таалаку би айни льмуаккиль. Можно ли, говорит, уполномочивать какого-то человека на совершение определенных действий, Так что эти действия связаны именно с личностью уполномочивающего. То есть шариат приказывает эти действия выполнять именно этому самому человеку. Как мы сказали, намаз, допустим, ураза и тому подобное. Здесь человек может другого назначить, вместо себя уполномоченным или нет. Как, например, клятвы. То есть могу ли я уполномочить какого-то другого человека за меня клятву произносить? Можно или нет? Является неразрешенным. Говорит он нузур или давание обетов. Ошагада или свидетельство. То есть как если ты свидетельствуешь за кого-то. Говоришь, я тебе уполномочиваю, иди сходи в суд и за меня засвидетельствуй. За такого-то, что я видел, допустим, что этот воровал или что это совершал при любодеянии и тому подобное. Говорит, это не разрешается. Аль-Иля это когда человек отказывается совершать воровал со своей женой. Такому судья дает 4 месяца. Если он не вернется от своего отказа, то судья требует от него развода. То есть заставляет его развести его жену. Этот вопрос у нас придет подробно в следующих главах. Говорит Аль-Лиан, а также взаимное проклятие. Сможно ли на вопрос взаимного проклятия назначить кого-то другого или нет? Нет, не разрешено. Сможешь ли это отправить человека, который будет совершать взаимное проклятие с твоей женой? Нет, не можешь этого сделать. Говорит, Во всех этих вопросах не разрешено уполномочивание у обладателей знаний. Потому что эти вопросы связаны с самим муаккин, с самим уполномочивающим. Так что они не являются действительными, если за него эти дела сделает кто-то другой. Вот этот вопрос понятен же, так или нет? Значит, мы в этом вопросе смотрим, разрешена ли или позволительна ли шариатом замена одного человека другим человеком в вопросе. Если разрешена, то общее правило, то что толки, уполномочивание в этих вопросах разрешено. Если замена не разрешена в каком-то конкретном вопросе, то значит и уполномочивание будет не разрешено. Это общее правило, которое необходимо усвоить и запомнить. Субханахаллаху ма бихамдик Ашаду на ла илла илла аута Астахарулаху туби ле